Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Сразу забегая чуть вперед, хочу сказать следующее. Что вы не пишете, собственно говоря, чего хотите. То есть по своей ситуации вы не описываете то, какой у вас запрос. Как я психологу, то есть понятно, что есть некоторая проблема, понятно, что есть некоторые трудности, понятно, что вы находитесь в определенном кризисе, но поймите, пожалуйста, что для, скажем так, продуктивной работы, да, вот необходимо, чтобы вы сформулировали то, что вам нужно. Чтобы вы сформулировали то, чего вы хотите. А сейчас я бы сказал, что такого нет. И это оставляет нас и вас в таком вот подвечном состоянии. Итак, с мужем очень натянутые отношения, каждый день мелкие ссоры несерьезные, но утром все копятся, и у меня уже мысли о разводе. Ну, я думаю, что в какой-то момент вы просто потеряли элемент близости. Вы знаете, вот как и когда люди начинают терять близость? Начинают они терять близость тогда, когда возникает необходимость соответствовать образу, который был изначально. Этому образу соответствовать не получается, и в итоге человек себе замыкается, не признавая, что он, в общем-то, не совсем такой, не совсем топ, каким, например, вы его могли бы видеть, каким вы его хотели бы видеть, да и каким сам он думал и являться. Вот. Понимаете, да? В чем штука. С другой стороны, сами по себе личные границы человека, в принципе, они меняются со временем, они видоизменяются со временем. То, что человеку нравилось одно, его устраивало одно, по-моему, его перестало это устраивать, но ему, ну, начало там хотеться чего-то другого, у него появились другие какие-то потребности, у него появились другие какие-то желания, у него появились другие какие-то предпочтения и так далее. Но необходимость соответствовать образу осталась, она никуда не делась. к сожалению. И вот, собственно говоря, из-за этих причин в совокупности возникает отчуждение, что и приводит к ссорам. Естественно, это не одна причина. Я рекомендую вам изучить психологическую игру скандала, чтобы вполне представить себе, как происходит механизм конфликт. Дальше. Внутри все копится, у меня очень мысль о разводе. Ну, то есть, понимаете, вот вы перестали говорить о своих чувствах и желаниях, перестали быть собой. А развод здесь как попытка сбежать от, ну, какой-то конфликтной, да, неприятной ситуации. У нас двое деток погодки, полтора года и три месяца. Родители наши живут в других городах, то есть помощи нет. А должна быть. Стараемся детям все давать и везде водить. Вроде все неплохо получалось. Ну, понимаете, какая штука. Вот есть такой хороший, на мой взгляд, термин, который весьма, весьма точно описывает то, что происходит. А именно профлексы. Вот то, что вы описываете, очень походит на профлексы. Вот. Я, наверное, не буду сейчас долго описывать и долго говорить о профлексе. Я просто скажу, что насколько искренне. Вот понимаете, то, что вы говорите, стараемся все давать и везде водить, как будто бы вы это делаете, ну, через силу. Как будто бы вы это делаете с неким таким надрывом. Так ли оно надо? Не стоит ли за этим чего-то другого? Изучите термин профлексия самостоятельно. Дальше. Каждая сторона недовольства высказывается либо не вовремя. Так у нас малыши, естественно, при них ругаться нельзя. Ну, смотрите. С одной стороны, вы правы. С одной стороны. Действительно, при детях лучше не ругаться. Но! Никто не запрещает говорить о своих чувствах. Спокойно, позитивно. Никто не запрещает, например, при добром, как сказать, слушай, я устал, или слушай, мне что-то не нравится. Дети не реагируют на слова, они реагируют на эмоциональное состояние. И если вы не ругаетесь, но ваше эмоциональное состояние далеко от идеального, то детям наносится точно такой же вред. Понимаете, Маргарита? История в том, что то, что вы не ругаетесь, никак детям не помогает. Вредит только вам. Да и детям, в принципе, тоже. Когда дети спят, уже абсолютно ничего не хочется, либо не к месту, а в общем, недосказанности очень много. Ну, смотрите. Вот, есть в психологии такой феномен. Ну, точнее, в одной из школ психотерапии, да, есть такой феномен. Ну, давайте я для для простоты назову его отложенная реакция. Да? То есть, ну, грубо говоря, вы узнали о том, что, значит, ну, к примеру, у кого-то из ваших близких машина облила водой. Да? То есть, вот, ну, с головы до ног. Облила водой. Машина. И так вышло, что вы об этом узнали непосредственно в процессе какого-то напряженного дела. Вы на это не отреагировали. Но проходит время. Вы освобождаетесь и внезапно чувствуете прилив злости. Вы, например, встречаетесь с этим человеком, да, и чувствуете прилив злости. Или прилив жалости. Или прилив вины. А человек уже забыл о том, что произошло. Это называется отложенная реакция. И если вы в этот момент момент головой будете ну вот как вы пишете, да, говорить себе неуместно, там, не вовремя уже, то это и есть подавление. Потому что для чувств нет такого понятия как вовремя, не вовремя. То, то, что вам то, что вам не хочется, вот как вы говорите, да, что мне вот уже не хочется, то, что вам не хочется уже, я думаю, это связано с рационализацией. То есть, иными словами, вот это вот псевдо-взрослые такие суждения, типа, что какой уже смысл, да какая разница, да поезд ушел, и так далее. Вот не ушел, поезд. И разница, конечно же, есть. Поэтому я бы сказал, что здесь вы сами выносите вклад в накопление недосказанности. Дальше. Старший сын очень активный начальник предплохо. Мышь у меня слабослышащий. Ну вот, интересная интересная история. Значит, ваш муж слабослышащий. Почему у меня? Не знаю, отдаете вы себе отчет или нет, но здесь вы пишете так, как будто бы он ваш ребенок. Вы ведете себя с ним так, как будто бы вы его родители. Дело в том, что родители и ребенок часто находятся в зависимых отношениях, где они друг к другу растворяются. Для родителей ребенка на раннем, ну, в раннем возрасте это нормально, но потом должна произойти сепарация. Сепарация это естественный процесс, когда человек начинает осознавать себя, что вот я, вот он, вот я, вот ты. У меня слабосуще это очень тревожный знак, очень тревожный сигнал. Либо вам его жаль, либо вот какая-то какая-то здесь деструктивная тенденция присутствует. Днем ходят со слуховым аппаратом, на ночь снимают, то есть детей ночами он не слышит, и так обоим детям стою я. Ну, действительно это тяжело. Другое дело, что специфика. С одной стороны, это действительно специфика, с другой стороны, это вопрос того, насколько вы принимаете мужа. До конца ли принимаете его. Дальше, примерно уже полгода все наши выходные проходят раздельно, либо в дома в тишине, либо каждое утро, воскресенье утром, каждое воскресенье утром, я начинаю будить мудрость, вам помог и Пабло со старшим, пока я ухаживаю ко мне младше. Ну, почему тишина по выходным, это понятно, слишком много всего накопилось, это нужно проговаривать. А вот когда вы будете своего мужа каждое воскресенье утром, честно говоря, для меня остается загадкой, на что вы, с чего вы ожидаете. Ну, то есть, опять же, забегая чуть вперед, хочется сказать, что вот он вам грубит, когда вы его будете. Ну, многие люди с утра недовольны, когда их будет. многим людям нужно время на то, чтобы проснуться. Но речь не об этом. Речь о том, что вы как будто бы все время ждете другой реакции своего мужа. На каком основании? Неясно. Дальше. А, так. Так. Значит, чтобы он побыл за старшим, пока я ухаживаю и кормлю младшую. А почему старшим не могут вам помочь ухаживать за младшим? Непонятно. Опять же, ухаживаю, кормлю, ну, ухаживать обычно за больными. Опять же, нет ли здесь у вас гиперопеки? Хоча с детьми. Вот это та самая профлекция. Вот. Но тут надо смотреть. Тут надо смотреть, это просто предположение. В ответ. Всегда грубость и недовольство. Мол, ты же все будни одна, когда без меня справляешься. Я вот не выспался, я хочу спать. Вот. Вы пишите мне обидно. Знаете, здесь два момента. Первый момент. То, что вас действительно могут задевать его слова. Но тогда получается, что вы делаете что-то сверх своих возможностей. То есть вы собой жертвуете. И типа звучит это примерно так. Вот я собой жертвую. Поэтому когда тебе неприятно или ты испытываешь какой-то дискомфорт, ты не должен его выражать. Ты не должен мне грубить, потому что я собой жертвую. Ну, если я не люблю просыпаться рано утром, то как бы вы собой не жертвовали, я все равно не люблю просыпаться рано утром. Понимаете, да? И дело здесь не в том, что я вам грублю, а дело здесь в том, что бы вы не чувствовали себя в жертвенности. Да? Про приемлемость грубости или нет для вас это разговор отдельный, это вопрос ценностей, но сначала нужно разобраться с этим вопросом. Следующий момент. Вам обидно, потому что вы ждете, что мусь не нагрубит. И вот знаете, здесь получается такая немножечко только не обижайтесь, немножечко комичная ситуация. а вы каждый раз засовывая руку в клетку получаете укус или царапин и обижаетесь на животное, которое это делает. Но при этом каждый раз вы снова вы снова протягиваете руку. Как бы вы ждете, что животное так не отреагирует. То есть по сути вы натыкаетесь на одни и те же грабли сами почему-то. Почему-то. Да? То есть у вас нет такой мысли блин, я сейчас буду будет мучен, опять будет ругаться. Это его нормальная реакция. нет, такого нет. Либо из-за сильного чувства жертвы несты, или из-за нежелания как бы посмотреть более внимательно на свои ожидания, насколько они адекватны. Дальше. Мне обидно, потому что он прекрасно знает, что за полтора года сплю максимум три-четыре часа. Да, тяжело. Все понятно. Но, смотрите, как бы это вопрос обсуждения. То есть это проблема, что вы спите три-четыре часа. Это проблема. Ее нужно решать. То есть просто вот обозначить этот факт как проблему, что я сплю три-четыре часа, я не высыпаюсь, с этим нужно что-то делать. В вашем тексте нет ни слова о том, что вы этот факт выносили как проблему на обсуждение и что вы ее как-то решали. Да, у вас нет родителей. В смысле того, что они живут в других городах. Это правда. Но это не единственный способ. Проблема. Есть? Есть. Но вы ее не решаете. Понимаете? Дальше. На этой почве я обижаюсь, он берет сына и уезжает и остаюсь с дочерью. Вот, смотрите. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сформулировали как именно вы обижаетесь, то есть что происходит. Да, вы спите суммально три-четыре часа. А что вы делаете для того, чтобы не спать три-четыре часа, чтобы спать больше? Что вы делаете для этого? Ну, как вы защищаете свои интересы, отстаиваете свое здоровье, заботитесь о себе? Никак. Обида это способ такой кривой проявить к себе заботу и любовь. Поэтому вам выгодно обижаться и поэтому вы снова-снова это делаете. Дальше. Значит, вы обижаетесь, муж уезжает. На мой взгляд, обида всегда вызывает чувство вины, муж уезжает от чувства вины. Потом приезжает и извиняется перед вами и чувство вины. И каждый получает то, что он хочет. Муж получает подтверждение, что он плохой муж отец. Вы получаете свою толику любви. Но снова и снова это повторяется, потому что каждому из вас нужно подкрепление. Дальше. Обсуждать с подругой мамой не хочется, пока не приму окончательное решение. Но тут у меня вообще ощущение такое, что вы все в себе держите. Не очень хорошая позиция. отношения начинали с любви. Деток оба очень сильно хотели и ждали. Печет вы. Отношения начинались с любви. Детей хотели и сильно ждали. У меня вопрос. Любовь это хорошо. Но вот что такое любовь? Ну любовь это принятие уважение к супругу, к партнеру. Это желание делать человека счастливым. А все это производное от того же самого направленного на себя. Вот о такой любви вы говорите? или вы говорите об идеализации, о мечтах, об образе идеальной семьи. Меня вот всегда вызывает вопрос, когда люди пишут, детей сильно ждали. Вот зачем бы сильно ждать детей? Сейчас это прозвучит немножко грубо, но вам заняться больше нечем. Не в том смысле, что дети не нужны, а в том смысле, что когда человек чего-то очень сильно хочет, вы только вдумайте, когда человек чего-то очень сильно хочет, он центрируется на этом. Я задам вам простой вопрос. В каких ситуациях человек очень сильно чего-то хочет? В ситуации острые потребности. Что это за острая потребность? Острая потребность это потребность, которую никак нельзя удовлетворить иным способом. Как ведет себя человек в состоянии острой потребности? Какое у него состояние? Какие бы вы могли дать ему характеристики такому человеку? Характеристики его психологическому состоянию, физиологическому состоянию, Дальше. Сейчас вроде понимаем, что оба одинаково устаем. Нет. Вам не нужно понимать, что вы оба одинаково устаете. Вам нужно понимать, как устаете вы решить для себя, что с этим делать. У мужа есть муж. Ну, то есть, у вашего мужа есть он сам. и он о себе позаботится сам. Вам о себе нужно заботиться самой, а не оба. Знаете, опять идет проблема личных границ. нас сожрал быть. Ну, да, вот, с учетом всего вышесказанного, я полагаю, что это неизбежно. В то же время понимаю, что такое отношение я не заслужил. А какого отношения вы заслужили? Вот, почему вообще какое-то отношение нужно заслуживать? То есть, вот это отношение вы не заслужили, а вот такое отношение вы заслужили. То есть, вы делаете что-то, чтобы заслужить хорошее отношение. Ну, если вы заслуживаете мое хорошее отношение, то я могу вам сказать, что слушай, а ты еще не заслужила. Ты еще не заслужила хорошее отношение мое. Понимаете? То есть, вы сами отдаете власть на свою жизнь другому человеку. Не заслуживают люди хорошего отношения. Они либо как бы считают, что только так к ним и можно относиться. Или начинается вся вот эта история. Естественно, потом приезжает и проистит прощение. Нет. Нет, Маргарита. Это неестественно. Это чувство вины. Чувство вины в отношениях неестественно. Говорит, что гордится мной, что я одна ежедневно с двумя малышами и ночами с ними одна. Но это компенсация. То есть, понимаете, как бы, у меня чувства копятся, я их выплескиваю, потом чувствую вину, компенсирую и потом опять все по-новому. Запутываю в своих чувствах. А что это за чувства? Давайте вот попробуем определить, в каких именно чувствах вы запутывались. Сегодня такая же история была. У свекра день рождения, разбудила мужа по его просьбе, так как ехать далековато, что он нагрубил. А вы думали, что он не нагрубил. Поругал. Смотрите, вы пишете. Он нагрубил, поругалец? Нет. Он нагрубил, и я ответил грубостью. Ну, давайте как-то личную ответственность будем брать. Какой вы склад вносите в конфликт? Взял сына, уехал на праздник без нас. Вот опять. Без нас. Без кого без нас? Без меня и дочки. То есть, понимаете, вот в чем сложност. Сложность. Вам сложно увидеть, что вы в первую очередь самостоятельная единица, самостоятельная личность, отдельная. Вы потом уже мать, вы потом уже жена. Сначала вы отдельная личность, Маргарита. И все. Но вы такое себя не видите. Раньше бы прорывало полдня, сейчас поймало себя на мысли, что мне хорошо, только по смыслу скучало. Ну, чувства, как бы, в этом смысле работает естественный отбор, и все чувства, которые не получают подкрепления, да, они просто отмирают. за необходимость не нужно быть, что они исчезают. Нет. Они не исчезают. Вот. Вот вы и думаете о разводе. Если бы вы о разводе не думали, то я думаю, что в кором времени у вас вполне мог бы появиться любовник. Если не физический, то, по крайней мере, вот на уровне, там, какой-то переписки, да, на уровне даже фантазии просто. Вот. То есть, куда, ну, появился бы предмет, куда бы вы переключили бы вот эти вот свои чувства, которые не получают выражения сейчас. Вот и все. И, как бы, чего вы хотите-то? Ваш текст, это запрос на психотерапию. На психотерапию чего? Разобраться в себе, с мужем отношения гармонизировать, развод пережить. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!